Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Безопасность водителей и пешеходов. Рязанская область присоединилась к всероссийской информационно-пропагандистской акции «Безопасность на дорогах начинается с семьи». Нужно действовать быстро, как обрабатывать вкладки непарного шелкопряда. Снова ретроградные советы, как избежать негативного влияния планет. Губернатор Павел Малков поддержал инициативу госавтоинспекции, посвященную году семьи, утвержденному указом президента России. Рязанская область присоединилась к всероссийской информационно-пропагандистской акции «Безопасность на дорогах начинается с семьи». Мероприятия в рамках этой инициативы уже стартовали и пройдут во всех муниципальных образованиях при поддержке регионального правительства и управления госавтоинспекцией МВД России по Рязанской области. С началом дорожного сезона губернатор Павел Малков поручил отдельное внимание уделить безопасности водителей и пешеходов. Впрочем, работа в этой сфере идет постоянно. Так Минтранс совместно с госавтоинспекцией проводит анализ причин ДТП и в тех местах, где концентрация аварий высокая, принимают необходимые меры. То есть там устанавливаются светофоры, вдоль трасс появляются фонари освещения, устанавливаются видеокамеры. Плюс вдоль пешеходных дорожек появляется пешеходное и барьерное ограждение. А рядом с пешеходными переходами появляются так называемые лежачие полицейские, мигающие светофоры и проекционная разметка. Очень важно вести именно разъяснительную работу, потому что часто безопасность дорожного движения начинается с нас самих. Надо аккуратно переходить через дорогу, надо внимательно всегда быть за рулем, ну и вообще постоянно следить именно за своим поведением на дороге. Я уверен, что если каждый будет помнить постоянно простые правила поведения дороги, то для аварийности количество особенно таких вот ДТП с тяжкими последствиями у нас существенно сократится. Павел Малков рассказал, что особое внимание уделяется безопасности детей. Так в Центре профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проводятся акции, в которых вместе с ребятами изучают основы правил дорожного движения. Плюс ученикам начальных классов раздают световозвращатели. Сейчас Рязанская область присоединяется к всероссийской акции «Безопасность на дорогах начинается с семьи». Автоинспекторы будут посещать школы, где расскажут о правилах безопасности детям и взрослым. Ведь воспитание ребенка начинается с семьи, добавил губернатор, потому взрослые и должны показывать личным примером соблюдения правил дорожного движения. Теплые дни приближаются и волонтеры бьют тревогу. Чтобы не повторилась ситуация прошлого года с непарным шелкопрядом, времени остается все меньше. Нужно, говорят, обработать кладки вредителя. В парках и скверах работа уже началась. Это самая настоящая кладка шелкопряда. Почему именно маслом мы это смазываем? Потому что очень живучее создание. Масло как раз таки перекроет им кислород и невозможно будет дальше развиваться в полноценную куколку. Вот, поэтому вот так вот мы делаем и уже обрабатываем полноценно. Вот так, не торопясь, дерево за деревом обрабатывается каждая кладка непарного шелкопряда. На одном стволе их может быть с десяток. Однако обработка кладок – действие столь же важное, сколько и медитативное. Не спеша, одно дерево за другим девушки волонтерского штаба обходят каждое дерево в лесопарке. Мы обнаружили здесь много деревьев. К сожалению, из-за потопа немного проблемно обработать части деревьев, которые находятся ближе к речке. Но мы работаем с этим. Близиновые сапоги никто не отменял. Днем ранее волонтеры обработали Центральный парк культуры и отдыха. Говорят, деревьев с кладками непарного шелкопряда там куда меньше – стараниями экологического Рязанского альянса и работников парка. В планах и другие скверы и парки города. А по тропице, говорят, стоит. Через две недели обрабатывать кладки будет уже поздно. Они начнут превращаться в гусениц, а тех вручную уничтожить практически невозможно. Сейчас такая прекрасная пора, весна, потепление. И можно легко совместить полезное с приятным. Просто, например, прогулки на отдыхе, с семьей на природе. Можно легко взять с собой баночку масла и кисточку небольшую. Также существует механический метод. Но он достаточно проблемный. И с маслом все будет гораздо легче. И хоть кладки непарного шелкопряда обрабатывали и по осени, борьбу эту, говорят специалисты, надо продолжать. Даже счесать одну такую кладку с дерева металлической щеткой уже хоть небольшая, но помощь. Меркурий снова стал ретроградным. Планета будет двигаться в обратном направлении до 25 апреля. Какие сюрпризы подготовил этот период для разных знаков зодиака, расскажем в нашем следующем материале. Практически весь апрель пройдет под знаком падения Меркурия. Астрологи считают, что в этот период эмоции и чувства становятся обостренными, а скрытые намерения людей и негативные их черты личности явными. С другой стороны, говорят, это лучшее время для анализа и рефлексии. Своё попятное движение Меркурий начал с первого дня этого месяца, закончит 25 апреля. Особенность этого ретрограда в том, что планета упала в одном из самых эмоциональных знаков – вовне. А поскольку Меркурий покровительствует сферам коммуникации, интеллекта, образованию и поддержанию связи, неразберихи и стресса избежать будет сложно. Поскольку Меркурий относится к самым быстрым планетам в нашей Солнечной системе, то у него ретроградность, как правило, бывает три раза в году, примерно так вот по три недели. И это всегда время возврата к определенным каким-то нашим недоделанным делам, к каким-то мыслям, к чему-то такому, от чего мы в своё время ушли, бросили, забыли. И нам придётся обязательно с этим столкнуться. А вот когда ретроградный Меркурий гуляет по знаку Овна, мы не просто возвращаемся, мы буквально спотыкаемся об этом. И спотыкаемся иной раз очень серьёзно. В период апрельского ретрограда астрологи советуют обратить внимание на незаконченные проекты, реализацию давних идей и духовное развитие. При этом удача в делах будет на стороне тех, кто перепроверяет информацию по несколько раз. Что хорошо в такие периоды делать? Можно всё ремонтировать. И, кстати сказать, особенно ремонтировать машины. То есть можно найти хорошего мастера, можно найти какие-то там подходящие запчасти по выгодной цене. А вот покупать что-либо новое? Нет. Ни технику, ни машины, ни какие-либо вещи, связанные вот опять же с марсианским влиянием. То есть как бы ни инструменты, ни машины, ни технику, ничего. Вот этого на ретроградном Меркурии покупать не стоит. Кроме этого, под ударом находятся все коммуникации. Ну, то есть иначе говоря, подписание договорных каких-то вещей. Астрологическое явление, когда планета движется назад, это оптическая иллюзия для наблюдателя Земли. И всё-таки это не отменяет влияние ретроградного Меркурия на людей, уверены астрологи. И всё же они дают позитивный прогноз для тех, кто в период апрельского ретрограда будет обращаться к друзьям и близким за поддержкой и контролировать свои эмоции. Валерий Седов, Кристина Бочкарёва, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К новостям недели. Прошу пристальное внимание уделить всем памятным местам – мемориалам, памятникам участникам Великой Отечественной, воинским захоронениям, кладбищам муниципальным. Все эти места нужно привести в порядок. Это первоочередная задача. С этого губернатор Павел Молков начал заседание правительства на этой неделе. Речь на котором шла о ремонте дорог, обновлении общественного транспорта и площадках для выгула собак. Обновление общественного транспорта продолжается. Об этом заявил губернатор Лизанской области Павел Молков. Городу уже передали 11 новых автобусов. Еще 17 поступят до конца апреля. Глава региона добавил, что их нужно как можно быстрее выпустить на линию. Жалоб от рязанцев хватает. Другой актуальный вопрос – ремонт дорог. Упор в этом году будет сделан на капитальный ремонт дорог, заявил губернатор. Ямочный ремонт на проблемных участках уже стартовал. Были запущены асфальтобетонные заводы в Шацке, Скопине и Рязани. Работы велись на трассах Рязань-Ряжск-Донков-Ефремов, Рязань-Пронскопин, Пехлец-Кораблино-Скопин, от автодороги Рязань-Пронскопин-Новомичуринск. Общий объем работ за период с 27 по 31 марта составил 1128 квадратных метров. 1 апреля, согласно плану, запущены еще 10 заводов, обеспечивая ямочным ремонтом полный охват региональных трасс. Основные направления – опорная сеть, школьные маршруты, аварийно-опасные участки, места планируемых праздничных шествий. Всего на территории области будет функционировать 18 заводов. Работа по ремонту въездных участков в регион продолжается. В прошлом году отремонтирован въезд со стороны Московской и Тульской областей. В этом работы предстоят на въездах с Липецкой и Тамбовской. Павел Молков обратил внимание, что на въездных участках вопрос не только в дорогах, но и в уборке, благоустройстве, освещении и так далее. Задача – благоустроить въезды в город. Другой вопрос по обращению из соцсетей содержания домашних животных. Если про превращение парков в туалет для собак Павел Молков высказался просто, это зависит от культуры людей, то на вопрос про площадки для выгула потребовался подробный ответ. В настоящее время в городе Рязани оборудованы площадки для выгула домашних собак на следующих общедоступных территориях. Их семь. В Центральном парке культуры и отдыха, первая территория. Вторая в парке имени Гагарина, микрорайоне Привовский. В районе дома 19-9 по улице Айска Армии. В районе торгового центра Лента на Касимовском шоссе. В парке на улице Новатров, это Капсомольский парк. В сквере у дворца молодежи на улице 50-летия октября. И в поселке Мехзавода. В этом году появятся еще четыре дополнительных площадки. У Черезовских прудов, в лесопарке, в Новопавловской роще и в сквере имени маршала Бирюзова. Ответили и на другое обращение соцсетей. Так, в целях обеспечения общественного контроля за строительством важного социального объекта, поликлиники клинической больницы номер 11, Минструю региона поручено регулярно публиковать актуальные отчеты о ходе строительства на официальном сайте и страницах ведомства в соцсетях. А рязанские футболисты заняли первое место в турнире МСЛПРО. Соревнования проходили в период с декабря 23 по февраль 24 под эгидой Московской Федерации Футбола. С победой юных спортсменов поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков. Крытый футбольный манеж в Рязани открыли в конце октября 2023. Долгожданного события ждали два года. До этого юные спортсмены тренировались на стадионе «Спартак». Сейчас на самом крупном манеже в Центральном федеральном округе. По словам самих спортсменов, этот комплекс удобен тем, что играть здесь можно в любое время года и в любую погоду. Кстати, ребята уже могут похвастаться впечатляющими результатами. Команда спортшколы Олимпийск 2009 года рождения заняла первое место в турнире МСЛПРО. Глава региона вручил подарки игрокам, проявившим себя на турнире, а всей команде футбольные мячи, пожелав ребятам дальнейших побед. Губернатор ответил, мне приятно. Около семи лет я занимаюсь футболом. На данный момент планирую, естественно, с футболом. И ничего, кроме футбола, у меня сейчас в голове нет. Наша задача, чтобы они в первую очередь развивались, настраиваемся всегда на хорошую игру. Чтобы ребята выкладывались по полной, старались, стараюсь их мотивировать, опять же, на сто процентов. Конечно, дело не только в мотивации, но и в регулярных тренировках. Сейчас спортсмены готовятся к первенству России по футболу. Соревнования пройдут уже в конце мая. По словам министра физической культуры и спорта Владислава Фролова, загрузка манежа на данный момент составляет 90%. В ближайшее время здесь начнут работы по улучшению освещения и установке видеонаблюдения. Есть даже планы на перспективу увеличить число посетителей для дальнейшего развития манежа. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 31 марта 1993 года образован ОМОН «Вятич» – Управление Росгвардии по Рязанской области. За время существования подразделение постоянно выполняет оперативно-служебные задачи на территории Рязанской области, а также других субъектов Российской Федерации. Сотрудник подразделения ОМОН с позывным «Барс» в отряде уже два года. Говорит, пришел с началом специальной военной операции, не смог остаться в стороне. Да и давно мечтал здесь работать. Ожидания были большими и, говорит Барс, они оправдались. Объектив у нас дружный, все помогают, подтягивают физические данные, то есть во всем друг другу. В общем, я всем рад на самом деле и достаточно ожидания мои, они оправданы оказались. В этом году ОМОН «Вятич» исполнился 31 год. Примечательно, что дата образования отряда – 31 марта. Сразу после образования в 93-м ОМОН выехал в служебную командировку в Северную Осетию. В декабре 94-го вместе с другими отрядами штурмовали Грозный. Рязанцы выполнили задачу без потерь. Сколько всего было командировок за более чем 30 лет, не уточняется. Однако задач, которые выполняет отряд, хватает. Контртеррористические операции, охрана общества, порядка общественной безопасности, а также объектов, прилежащих обязательно охране, сотрудников войск страны и гвардии. Ну и задачи, естественно, непосредственность командировки, это зона проведения специальной операции. Отряд и сегодня приглашает на службу граждан страны от 18 лет на должность полицейский боец. Ежедневно с личным составом проводятся занятия по организации общественного порядка, проводятся стрелковые тренировки, тактика специальная подготовка, тактическая подготовка, занятия по различным службам, таким как медицинская подготовка, подготовка по связи, инженерно-саперная подготовка. Вообще скажу вам, что сотрудник ОМОН Вятич, это, можно сказать, многопрофильный боец, который должен знать и который уже знает много различных дисциплин, универсальных, так скажем, солдат. За более чем 30 лет сотрудники Рязанского ОМОН Вятич больше 300 раз награждались государственными наградами, в том числе Орденом за личное мужество, Орденом мужества, Медалью за отвагу. Только с начала 22 года сотрудники ОМОН Вятич удостойны государственных наград за участие в специальной военной операции. Спонсор программы «День города» – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. В библиотеке имени Горького презентовали новую выставку. Проект «Иван Петрович Павлов – первый физиолог мира» приурочили сразу к двум юбилеям ученого. Подробнее расскажем далее в сюжете. 175 лет со дня рождения великого физиолога и 120 лет с присуждения ему Нобелевской премии. Выставочный проект сразу к двум датам организовали сотрудники Медуниверситета имени Павлова, Музея усадьбы ученого и библиотеки имени Горького. Сама экспозиция представляет собой награды и труды физиолога, редкие фотодокументы, а также отрывки документальных фильмов с участием самого Ивана Петровича Павлова. Полностью отражен Иван Петрович Павлов. Ну и вообще под таким названием Павлов «Духовная стать Россией». Это ведь был большой ученый, большой учитель, большой человек. И в общем-то он всегда думал о том, чем жила, о чем думала и на что надеялась его Россия. То есть Павлов человек с большим гражданским сердцем. Первый физиолог мира, так окрестили Ивана Павлова коллеги на одном из международных съездов. Известный на всю Россию и далеко за рубежом еще при жизни, ученый был бесстрашным экспериментатором, чья работа в области пищеварительных процессов до сих пор составляет теоретическую основу физиологии, а его труды используют для исследования неврологии, психологии и других дисциплин. Значение и масштаб личности Ивана Петровича Павлова были поняты и оценены еще при его жизни. Уже к 1890 году труды ученого были признаны во всем мире. Ни один из русских ученых того времени не получил такой известности за рубежом. Это звезда, которая освещает мир, проливая свет на еще неизведанные пути, говорил о нем Геопер Торрес. Павлова называли романтической, почти легендарной личностью, гражданина мира. Сам Иван Павлов видел будущее России за молодежью. Именно поэтому в своем послании молодому поколению он призывал ученых быть последовательными и пытливыми, скромными и страстными во всем, что касается науки. Выставочный проект «Иван Петрович Павлов. Первый физиолог мира» можно посетить до 26 апреля в библиотеке имени Горького. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В музейном центре Рязанского Кремля открылась новая выставка. Экспозиция художника Владимира Кузнецкого приурочена к 215-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Каких ярких героев из произведений автора «Мистика» можно встретить на выставке, расскажем далее. Тарас Бульба, Паночка, Манилов и Собакевич. Узнаваемые образы гоголевских персонажей в работах Владимира Кузнецкого отражают характер героев и даже их социальное положение. Помимо графических листов на выставке представлены бронзовые барельефы и скульптуры. Вообще проект «Внешний смех и тайный плач» изначально был вдохновлен художником Петром Баклевским. Будучи уроженцем села Елшина, Рязанской губернии, именно он создал знаменитые графические образы героев «Мертвых душ» и «Ревизора». Наше обтечение с Владимиром Михайловичем как раз состоялось благодаря Петру Михайловичу Баклевскому. Были юбилейные даты, посвященные Баклевскому. Было обсуждение того, как должно звучать это имя на Рязанской земле. Были идеи о будущем памятники. Они звучат и сегодня. И замечательно, что сегодня член Союза художников Москвы, человек, который прошел очень большой путь и представляет плоды своего творчества. Мостик из XIX в XXI век. Так окрестили выставку сотрудники музея-заповедника. И действительно, несмотря на то, что работы выполнены нашим современником, мастер использовал традиции гоголевского времени. Гоголь – это человек космического полета. И я думаю, что он в этом отношении мучает не только те, кто проживает на родине его, в России. Он мучает весь мир, по сути дела. Мы знаем, что он переведен практически на почти все ведущие языки мира. И его полеты, они, в общем-то, не ограничились Россией. Он постоянно как бы путешествовал. Италия, Франция, Германия. Во всех странах он оставлял после себя шлейф. Половину своей жизни Николай Гоголь провел в путешествиях и поездках, оставив свой след в каждом из городов, который посетил. И даже спустя два века проблемы, которые писатель затрагивал в своих произведениях, остаются важными и злободневными. Именно поэтому современные авторы порой делают их центральной темой своих работ. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Индексация пенсий, правила сдачи экзаменов на водительские права и единая система страхования. С апреля россиян ждет сразу несколько изменений. Далее расскажем, какими именно будут обновления. Ежегодно 1 апреля индексируют социальные пенсии. В этом году на 7,5%. Напомним, социальные пенсии назначают детям, потерявшим одного или обоих родителей, людям с инвалидностью и пожилым людям, которые не набрали достаточно стажа, чтобы получить страховую пенсию. Размер такой пенсии зависит от категории получателя. Также апрельская индексация коснется отдельных категорий федеральных льготников, в числе которых военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Традиционно 1 апреля начинается весенний призыв на срочную службу в армию. На днях Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно документу, призвать на службу весенний призыв 2024 года должны 150 тысяч человек. Напомним, что в этом году правила призыва изменились, подняли предел призывного возраста с 27 до 30 лет. Еще одно традиционное событие апреля – запись в первый класс. Так, первый этап продлится до 30 июня. В этот период в школы зачислят детей, имеющих первоочередное, внеочередное и преимущественное право зачисления, а также детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Возможность же выбора школы появится 6 июля. Подать заявление можно будет при наличии мест в школе. Направить документы для зачисления ребенка в первый класс можно через единый или региональный портал и госуслуг, заказным письмом с уведомлением о вручении или приличном визите в школу. Вступили в силу новые правила сдачи на водительские права. Так, с апреля не будут допускать к экзаменам тех, у кого есть административное нарушение за вождение в нетрезвом виде. Сдавать экзамен повторно можно будет через год. Плюс, по новому закону нельзя допускать к экзаменам тех, кто раньше был прав лишен. И теперь, если первые три попытки на экзамене человек провалит, то пересдача будет через полгода. Кроме того, вводятся новые правила для мигрантов. Водительские права будут действовать год, если получен вид на жительство или гражданство. Для получения же российского удостоверения потребуется пересдача теоретического экзамена в ГИБДД. С 1 апреля в России начинает действовать единая система страхования. Теперь все страховщики будут обязаны передавать информацию в автоматизированную информационную систему страхования. Сведения, находящиеся в этой системе, можно будет получать через госуслуги. Это касается в том числе данных о полисе ОСАГО. Также с апреля расширится перечень товаров, требующих маркировочного знака. Список пополнит красная и черная икра, а также отечественная и импортная одежда. Остатки товаров из партии, выпущенной до данного нововведения, можно будет продавать в России до 30 июня этого года. Также, начиная с апреля, никотиносодержащие товары, пивная и слабоалкогольная продукция в кегах должны быть промаркированы. Исполнение данного требования будет проверяться онлайн с помощью сверки системы «Честный знак». Товары, которые не пройдут проверку, будут запрещены. Запас витаминов и минералов в период наступления весны полезен любому человеку. И те питательные вещества, которых многим не хватает, содержатся в морской рыбе. Рязанцам повезло, у торгового центра «Премьер» работает выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» радует жителей нашего города морепродуктами премиального качества уже не первый год. Очередь из постоянных покупателей не заканчивается, ведь попробовав рыбку на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» один раз, ценители вкуса и качества возвращаются снова и снова. Кстати, только здесь продавцы предлагают продегустировать полезные морские деликатесы перед покупкой. Также на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» есть и другой камчатский деликатес – это икра. Состав натуральный, как утверждают продавцы, только соль и сама икра. Она богата витаминами А, Д и Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Я решила побаловать себя, как всегда. Икра – это само собой. И вообще рыба сейчас великий пост. Мяса вроде как нет, а рыба спасает. И вообще бутербродики всякие я люблю. Кстати, рыбу можно и тем, кто соблюдает диету. Разрешается употреблять рыбу и морепродукты и в великий пост. Остается лишь подобрать продукт по своему вкусу. А здесь, на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» широкий ассортимент рыбы горячего и холодного копчения, а также слабосоленые. Чавыча, палтус, белорыбеца, тунец, нерка. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» ждет вас до 6 апреля, включительно у торгового центра «Премьер». Валерий Седов, Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все производителя с 1 по 6 апреля. ТЦ «Премьер». Субтитры подогнал «Симон»